Продолжение следует... Ну, во-первых, вам представили, кем являюсь, будто бы я. Какой-то профессор, но вам сказали, откуда нет? Из Троицы Сергия Лавра есть такой очень интересный центр у нас в России, который считается своего рода духовным центром Русской Православной Церкви. Ну, Троица Сергия Лавра – это обитель монашеская, но я не монах, представляете? До сих пор меня не принимают, говорят, что ты ненадёжный человек. Вот так. Но на этой территории находится первое высшее учебное заведение России. Первое по происхождению. До 1685 года у нас не было в России ни одного высшего учебного заведения. Именно в этом году только была основана, образована так называемая славяно-греко-латинская академия. 1685 год. Только спустя несколько десятилетий от неё отпочковался Московский государственный университет, Российская академия наук. Только от него. Просто я вам хочу сказать, откуда я. Вот из этой академии, которая является действительно первым в истории России, мы до сих пор, наша академия, сохраняет самые тесные контакты с Московским государственным университетом и с Академией наук. К нам приезжают, мы приезжаем туда, иногда встречаемся, проводим некоторые конференции, даже бывает и читаем иногда лекции. Вот так. Контакты сохраняются. В чём специфика именно нашей академии, которая называется Московской Духовной Православной Академией? Вы знаете, сказать о специфике, это надо немножечко показать, что есть два совершенно различных взгляда на жизнь человеческую. Одни считают, что вся человеческая жизнь в чём состоит? А вот в этом чём мы живём? Разве понятно? Конечно, понятно. Едим, пьём, ложимся спать, встаём, опять едимся, пьём, опять ложимся спать и опять встаём. И долго ли там? Ну, у кого как? У кого двадцать, у кого сорок, у кого шестьдесят, у кого семьдесят лет, может, немножко больше, а потом? А всё! Приходит какой-то странный ягонец и говорит, помните, как в Золушке? Ваше время истекло. Он разводит руками, как? Я жил, я надеялся, я мечтал, я любил, я страдал, и всё? Да, и всё. Как? И я как личность окончил? Да, окончил. А зачем я жил? Ну, знаете ли, это уже слишком. Ну, действительно, это интересный вопрос. Вряд ли, жить человеческой подобно своего рода некой трубе вечности, из которой вдруг вылетают искры, искры, много искр. Одни гаснут прям моментально, другие немножечко дольше, третьи, кажется, летят какое-то время, но потом гаснут. И дальше. А всё? Возникает вопрос. А в чём же смысл существования было этой искры или этой человеческой личности? Ну, находятся некоторые ответы. Ну, то, что она сделала для будущих поколений. Ну, некоторые имена мы знаем, кто что-то сделал для будущего поколения. Некоторые сделали что-то великое и грандиозное. Другие сделали. Отвлекаясь. В Афинах, далеко до нашей эры, был великолепнейший храм Артемиды. Великолепный. Но там жил один человек, который был, вы знаете, вот, страстно самолюбивый, чистолюбивый, необыкновенно. И он жаждал, чтобы его имя осталось в истории. Он не имел никаких особых талантов, но чистолюбие было превыше всего. Знаете, что он сделал? Сжёг этот храм Артемиды. Это чудо истории. Но это-то ничего ещё ладно. А что дальше было? Вот что самое интересное. Состоялся, ну, своего рода суд. Общественный суд. Сам Герострат, это таковое его имя, всё-таки сохранилось. Постановил предать его имя забвению, то есть в наказание ему. Но как только суд это сделал, так его имя тут же осталось в истории. Ну, правда, какое имя? Герострат – а, ну, понятно! Который уничтожил красоту человеческого искусства, человеческого зодчества. Так что память бывает разная о людях. Есть возвышенная, высокая, есть мрачная, кровавая и ужасная. Ну, а какая разница? Представьте себе, человек заснул, он очень страдает в это время. Как о нём говорят – хорошо или плохо? Безразлично! Если действительно ничего нет, какой же смысл жизни? Потом, если помнят, то помнят о единицах, о миллиарда и миллиарда людей. Навоз для будущих поколений. Какой же идеал жизни? Идеал жизни? Знай, тебя ожидает вечная смерть! О! Какой идеал замечательный! Меня ожидает вечная смерть! Ну, для кого-нибудь, знаете, тихчайшего преступника, ужаснейшего, который натворил не знаю что, которого надо только поймать и растерзать на тысячи частей, он, конечно, только жаждет лучше вечной смерти, чем попасться в руки кого-то. Но для обычного человека сказать, что тебя ожидает вечная смерть, ну, знаете, немножечко дрожь пробегает по телу. Это одно из мировоззрений, которое, если выразить его очень кратко, то оно гласит следующее. Человек – ну, это тоже существо, как и все многие летающие, ползающие, четвероногие и так далее, ну, у которого только, выражаясь, ну, языком современным, вот в этой части тела компьютер лежит. И все. Нос сломается так же, как и все прочее. И все. Вот вам и смысл жизни. Радуйтесь и веселитесь. А вы-то надеялись, какие-то планы, все вы увидите, все такое, какая чушь, не верьте! Вечная смерть ожидает вас! Радуйтесь и веселитесь! Вот одно из мировоззрений. Кстати, это мировоззрение очень сильно стало развиваться, не столь давно. Особенно активно проявились его начала во второй половине и даже в конце восемнадцатого века. Активно его пропагандировали, начиная со времен так называемой Великой, не меньше, конечно, Французской революции. И началось. До этого никто этого не представлял, как это я человек, и вдруг весь свой, мой жизнь в смерти. Да, было и до сих пор существует, с которым вы тоже можете соприкоснуться, и оно есть. Мировоззрение другое. Утверждает, что человеческая личность неуничтожима. Личность! То есть я, моё сознание, мои желания, мои чувства, мои намерения, мои стремления неуничтожимы. Правда! Они находятся не в этом теле. Мы же ногти стражём, ногти и волосы тоже. Правда же? Разве в них? Нет! Так же и всё наше тело. Не в нём присутствует всё это, а в том, что изначало, то, что ещё греки называли психи, душа, там всё это присутствует в сознании, то есть и некоем духовном начале, который присутствует в человеке. Это мировоззрение часто называют религиозным мировоззрением. Почему? По той простой причине, что утверждение о том, что личность неуничтожима, что она не разлагается вместе с телом и не подвергается всему тому, что подвергается тело. Нет! Оно всегда, оно существует и неуничтожима, и в нём коренятся все наши эмоции, мысли, идеи, стремления и так далее. Это называется душа. Это мировоззрение утверждает не просто только то, что личность неуничтожима, которая в душе и есть, оно утверждает и другое, что душа существует постольку, поскольку есть высшее начало, которое вовсе не является существом. Обращаю ваше внимание, что такое не является существом? Вот можно сказать, вот, кто-то летает, кто-то ползает, кто-то бегает, какой-то предмет, ну, живой, это существо, а это дух. Говорим, какой дух в человеке? Нужно не сказать, что дух его существо. Человек – существо, а дух – не существо. Так вот, утверждает, что есть духовное существо, которое многие учёные, например, Эйнштейн называл это высший интеллект. Он говорил, моя религия – это признание высшего интеллекта. Это Паскаль, Блес Паскаль, который поставил своей целью, можно себе представить, жизни. Это наш знаменитый Блес Паскаль, с которым мы чьи-то гоняли, все, правда же, когда в школе учились? Младший класса, да, который поставил свою цель написать такую книгу, в которой он полностью показал несостоятельность атеистического мировоззрения. Он не успел написать книгу, но оставил замечательные заметки, которые называются «пансе» по-французски, то есть «мысли». Там множество интереснейших вещей. Но дело не в этом, что, оказывается, огромнейшее количество учёных огромное и до настоящего времени. Я даже лично знаю сегодня многих десяти академиков, академики, которые не сомневаются, что, конечно, есть Бог, а иначе что вы? Бехтерев, например, наш знаменитый директор исследования мозга, говорит, так представить себе невозможно, чтобы такой невероятно сложнейший орган человека, как мозг, мог возникнуть иначе, как не только действием высшего интеллекта. Кстати, знаете, особо интересно было от неё это слышать, поскольку её там отец, они же были, ну, неверующими просто людьми. Они не задумывались над этим. Она нисколько не даже не сомневалась. Конечно, конечно, есть Бог, иначе ничего не понятно. Даже существование двух полов непонятно, как это так природа сумела здорово организоваться, что получился и он, и она, да причём так согласованно, что уже хитрее не придумаешь. Два мировоззрения. Это мировоззрение, которое называется религиозным, в котором существует довольно, ну, довольно много разных религиозных направлений, но они в конечном счёте, ну, по крайней мере, не буду говорить о других. Это уже отдельная тема, если хотите, мы с вами встретимся, я прочту вам лекции примерно на 24 часа, и вы всё сразу будете знать тогда. Так? Ну, по крайней мере, христианское, христианство говорит о том, что человек, это не скотинка, ой, как интересно, да, не животные, с компьютером в голове, ой, как интересно, да, что он, и вдруг, вы знаете, совершенно можно ошарашить, он образ самого Бога. Ну, знаете ли, что угодно я мог подумать, – но такого, конечно, нет. Бога? А кто это такой Бог? А что это значит образ Бога? Это моё вступление. А знаете, почему я всё это говорю? Хитрый человек? Ой, ужасно! Сегодня была конференция, посвящённая памяти одного из удивительных личностей, Игнатий Брянчанинов. Брянчаниновы? О! Это аристократический древний род. Да! Это не кто-нибудь, конечно, это элита, если хотите, нации своего рода. Кто он такой был? Почему посвящена была ему конференция? Ну, причина-то была простая – 150 лет со дня его кончины. То есть, это было 1867 год. Чем же он интересен? Ну, сказать несколько слов о нём, ну, правда же, я думаю, конечно же, ну, как же, вдруг такая конференция в честь его? Он, в отличие от своих братьев и сестёр, которые у них также были, проявил с детства некие, ну, как вам сказать, странности какого же рода. Он не был таким, ну, шаловливым, что ли, игривым, он всё время был пытливым. А что? А почему? А откуда? А зачем? Я думаю, что родители очень часто встречаются с таким явлением. Так вот, он уже с достаточно юных лет не мог не мог успокоиться, ища ответа на вопрос, а зачем же человек живёт, в конце концов, если он умирает? Ну, представьте себе, зачем мы строим чего-то такое, знаю, что это будет через... Вот, скоро разрушено. Зачем? Зачем делать, если это погибнет? Какой смысл? Кстати, не удивляйте, был такой... Недавно скончался академик Моисеев Никита Николаевич, который писал не больше и не меньше... У него очень интересная книга. Писал не больше и не меньше, как к следующему. Человечество, как биологический вид, погибнет. И погибнет никогда-нибудь, как мы всегда... Когда-нибудь! Нет, он говорит, нет-нет, никогда-нибудь. Уже где-то в середине, а дальше я даже боюсь и говорить. Почему? 21 века. Ну, если бы почитали, что он пишет перед этим, что творится сейчас на том поле, где идёт уничтожение буквально всех жизненных факторов человечества, всех, прежде всего, экологическим, уничтожается всё – вода, воздух, почва, уничтожаются леса, он приводит такой фактический материал, что становится страшно. Это действительно. Причём, нарастает это уничтожение, поскольку всё меньше остаётся тех защитных средств природы, которые ещё сохраняли её целостность. И он, как человек, это очень учёный, я помню, был в Академии наук, меня приглашали даже специально выступать с закладом. Был что-то такой год его кончины или что-то, я не помню, какой-то небольшой юбилей. Директора института делали доклады, каждый в своём направлении. Я помню, даже там, где у меня уже давно не было волос, они поднялись дыбом. Как вы можете это представить себе? Я никак не могу, зеркала не было. Такие вещи идёт катастрофическое уничтожение всех тех условий, которые необходимы для существования человека. Книга называется «Быть или не быть Россия». Примерно, по-моему, вот так. Это учёный. Сам, кстати, не успел я с ним познакомиться. Вы знаете, уже я встретился с человеком, который с ним хорошо был знаком, и уже собирались, а он взял и умер. Представляете? Ну, вот искушение просто, да и только. Ну, так вот, он это утверждает. Но если бы только он, Боже мой, теперь, знаете, я вам скажу, только человек или малообразованный, или который не хочет видеть всего того, что происходит с нашим миром, или фантазёр, который надеется, мы человечество, мы изобретём то, другое, третье, и мы спасём свой мир. Жалкие догадки, не имеющие под собой никаких реальных оснований. Это, я говорю, к чему? Это всё к тому, к той идее, знаете ли, которая мы, человечеству. Человек, знаете, кто такой человек? Человек. Помните? Горького. Вы изучаете или нет? Это звучит гордо. Ой, как гордо! Один сосудик лопнул в голове и на тот свет пошёл. Ой, как гордо звучит это! Необыкновенно! Итак, я просто вам объясняю ситуацию. Мне хочется показать вам, кто такой человек, этот Игнатий, Игнатий Бринчанинов, этот удивительный аристократ, утонченный, я бы сказал, аристократ. Почему я говорю так? Он получил, знаете, какое воспитание, какое образование, к 15 годам, представьте себе, он знал французский, английский, немецкий, древнегреческий, латинский языки. Ох, эти аристократы! Ой, правда! Ну и народ! Неплохо! Он знал великолепно всю историю философии к тому времени. Он великолепно знал литературу. Кстати, один из его родственников, Ленин был президентом Академии художеств в Петербурге. И там, когда Игнатий поступил в Петербург, в высшее военное училище, он встречался с кем? Там были Пушкин, там были Крылов, там был Гнедич. Он там декламировал, сам кое-что писал, и сам Пушкин даже отзывался о нём положительно. Сам Пушкин! Но не по этой причине проходила сегодня конференция в честь Игнатия Бринчанинова. Хотя совсем о другой стороне мы говорили. Да, был блеск, когда он поступал только в этот университет под названием «Главное военное училище», да, ну, то есть университет военный. Он при конкурсе в несколько там человек, не помню, был, во-первых, первым. Первым. Мало этого, это оказалось, даже это недостаточно, чтобы оценить его, его сразу приняло второй, на второй курс. Хочу вам при этом сказать, это была какая культура! Потом все отмечают, это был удивительной красоты молодой человек. Красавец! Император, императрица, наверное, императрица просто влюблена была в него, не иначе. Ну, это было же, ну, что вы! Изысканных манер! Красавец! Знающий всё, с которым можно говорить было на любую тему! Какова его была карьера, как вы думаете? Ну, раз, непонятно какая! Вертикальная! Ни на один градус, ни туда, ни сюда! Ровно 90! Вы скажете, ну и что? Почему вы об этом говорите? Отвечаю! Этот человек не находил в себе покоя, начиная где-то, я не знаю, с 12, 13, каких там лет, когда здесь поступил уже 20-летний возраст, не находил в себе покоя, каков же ответ? Зачем же я живу, если я умру? И всё! Он изучает русскую иностранную литературу, изучает философию, читает в подлинниках, обратите внимание, латинских средневековых древних авторов, читает в подлинниках Гомера, Эсхила и прочих древнегреческих авторов. Вообще, позавидуешь просто, не правда ли? Приходит к выводу твёрдому и окончательному. Если личность не бессмертна, тогда смысла жизни нет. Тем более, что жизнь может оборваться в любой момент. Он приходит к выводу, что да, есть Бог, но мало этого, что есть путь, путь, по которому человек может достичь именно того, к чему он интуитивно, а многие, не все, не все, многим плевать, лишь были в жёлуди, ведь мы от них жиреем, а корни нам не нужны. есть, что поесть, попить, и как устроиться в жизни. И всё! Мы же животные! Он понял, что смысл жизни не в желудях, а в корнях. И этим корнем является только один. или действительно есть Бог и личность неуничтожима, и человек действительно имеет всю перспективу на вечную жизнь как личность, или он просто прах землёй, земли, которая только рассыпается в другой форме по сравнению с другими. Вот так! Он пришёл к чему? Пришёл к тому, что он, имея блестящие просто возможности, окружённый, ну, всёобщим вниманием, ну, понимаете, что это был такой блестящий аристократ, конечно, по окончании этого института в звании поручика уже, он подаёт заявление, причём вот ещё юная наивность в 20 лет. Ну, нет бы скрыть! В отставку и всё! Нет! Он пишет прямо! Подаёт заявление об уходе в монастырь. Император в ярости! Его родной отец, кстати, его родной отец был пажем Павла I. Отец и он требует вернуть немедленно, чтобы он вернул заявление. Он непреклонен, а отец отрекается от него. Вообще, вот такое, понимаете, вы не найдёте, чтобы найти такую ситуацию, чтобы кто-то так поступал. Он остаётся нищим буквально. можно сказать, но это буквально какое-то просто недоразумение, какой-то сумасшедший человек, что ли. Почитайте, что он написал, и тогда увидите, какой это сумасшедший! Это умница! Редчайший умница! Он имел огонёк, если хотите, или огонь, действительно искание, зачем я живу и в чём смысл моей жизни. Кстати, ну, мы же все хоть немножко-то знакомились же с Достоевским, Фёдором Михайловичем-то. Ну, знаем же, что он всю жизнь, как он искал, как он, говоря о своём убеждении, мировоззрении, говорил, что я же не как мальчишку уверовал, а через горнило сомнений моя Асанна прошла. Сомнений? Слышите? Да может ли быть так? Это невероятно! Как же это может такое? Какой Бог? Через горнило сомнений прошла Асанна моя! Этот умница, если хотите, один из величайших психологов, литераторов нашей русской русской истории. Вот вам второй вариант понимания жизни. В чём же он заключается? Я вам привёл просто пример как иллюстрацию, учитывая, что сегодня день его памяти, но для того, чтобы показать, что же такое, о чём это он говорит, этот Игнатий, почему так его приняло, этого образованнейшего человека, который имел блестящие возможности устроиться в этой жизни, слышите, устроиться в этой жизни все, все блага! Он говорит, да, всем блага! И потом в гроб. И тогда зачем же всё это? Ой, не могу! Да как же это можно? Идеалист и мечтатель! Да какой же мечтатель? Гроб – это не мечта! Мне хочется сказать, что в конечном счёте перед лицом человека есть и ощущается, переживается и многими переживается то, что называется идеал святости. Игнатий Бринчанинов причислен к лику святых. Кто же это такое эти святые? Посмотришь на него, на его жизнь и поймёшь, да, это не заурядная личность, это не серенькое что-нибудь, да, это человек, который громадным напряжением всех сил ума, воли и жизни действительно увидел и убедился, что всё-таки смысл человеческой жизни состоит в чём? В достижении какого-то внутри ощущаемого идеала. Каждый же в нас это чувствует. Есть какая-то святыня. Ну, скажите, ну, кто бы хотел дружить с негодяем, с обманщиком, с вором, с убийцем? Наверняка, мне интересно. И, напротив, мы бы, конечно, хотели иметь и знакомство, и дружбу, и приятно было бы с человеком, обладающим великодушию, любовью, и с полным искренности, правды. Что такое святость? Почему в церкви чтят святость и призывают к ней? Вот что такое святость! Не надо думать, что это такое за небесное! Это, хотите, просто сказать порядочность, честность, начиная с этого, как вот эти вот низшие, если хотите, ступени святости. Вот к чему, к чему, оказывается, призывает религия. Вот о чём говорит, как только мы сказали, слово Бог. Я помню, мне как-то говорят, ну, вот у вас то-то, то-то, вот такие-то есть вещи неприятные, хорошие. Я говорю, хорошо. А где их нет? Ну, вы же верующие. У вас же не должно быть. Я говорю, ах, вот как оказывается, только верующим нельзя обманывать, а вам неверующим нельзя, да? Значит, можно быть нечестным? Да. Ой, как интересно! Ну-ка, ну-ка, расскажите мне о вашем мировоззрении, что можно лгать, лукавить, изменять, проклинать, ненавидеть? Да! Ну-ну-ну, говорю, расскажите, что вы замолчали? Разве это не общие ценности, которые известны каждой душе человеческой? Разве это непонятно? Да? Только церковь это на вид ставит! И христианство говорит, что смысл человеческой жизни заключается в стремлении именно в этом, к этим, то, что называется духовным ценностям. Ну, что значит духовным ценностям? Ну, быть честным, это скажите! Ну, кто-то назовёт это духовной ценностью, кто-то скажет человеческой ценностью. Да какое это имеет значение в названии? Вся суть-то вот в чём! Не в названии, а к чему стремиться! Так вот, религиозное мировоззрение, в частности, христианское, указывая на Христа, как на идеал, если хотите, нормы человеческой жизни, и говорит – вот направление жизни человека, вот что принесёт человеку счастье, о котором мы так мечтаем и так стремимся. Утверждает, знаете что? Первичность духовного начала в человеке. Счастье человека заключается не в том, что он имеет или приобретёт, а в состоянии души человеческой. Если ты бессовестный, что угодно имей, пробудится в тебе совесть и избави Бог, тогда какие страдания ты будешь иметь! Вы же знаете, сколько случаев, когда, кажется, бандиты, которые ни перед чем не стоят, кажется, убивали и проливали кровь, и вдруг наступал какой-то момент, когда в них вдруг пробуждалась совесть. Многие из них кончали жизнь самоубийством. О, это не шутка! Пробудившийся голос совести! Совсем не шутка! А совесть – это свойство души, которое неуничтожимо, и избави Бог с этим складом, кладом этих ужасных вещей оказаться в своей жизни! Религия говорит, что именно духовное начало определяет счастье человека, определяет смысл его жизни, определяет вечность его жизни. Духовное начало! В чём оно заключается, это духовное начало? В том, чтобы человек всячески пытался сохранить свою совесть чистой, стремиться именно к этому высшим идеалам, я говорю – высшим идеалам, является поэтому для религии что для христианства? Оно утверждает, что это высшее начало, кстати, обратите внимание, с точки зрения формальной, ну, я не знаю уж чего, логики или чего там даже за меня есть сказать. Представьте себе, когда вдруг определяется, Бог есть, и вдруг любовь. Простите, мы говорим – Бог кто есть? А здесь вдруг говорится – что есть? Напоминаю, Бог есть любовь, а не существо. Оказывается, это есть закон жизни, нашего бытия. Вы хотите быть счастливыми? поступайте максимально, насколько это можете, по любви. Кому? Ко всем. Кому? Ко всему. Вот он – это идеал. Я говорю – вот цель, к чему должен стремиться. Всякое отступление от этой нормы будет только ранением для души человека. Раной будет. Я оскорбил человека, я обидел человека, я обманул человека. Уж не говорю – там украл и прочее. Я нанёс рану себе. Христианство призывает – не вреди себе! Не вреди себе! Кстати, хочу вам сказать, что всё то, что называется заповедями в христианстве – это не закон. Прошу вас обратить внимание. Это не требование Бога – избави Бог. Нет! А что же это есть тогда? Это есть! Ничто иное, как нормы. Человек, ты хочешь быть здоровым? Вот нормальный образ жизни! Заповедь есть предупреждение человека! Не обманывай! Ты себя накажешь! Не лги! Ты себя накажешь! Причём даже не в том, что тебе откроется даже эта ложь! Само собой! Нет! Существует именно духовная же жизнь в человеке! И оно, само тебя наказывает этим каждым противозаконным актом! Христианство призывает вот к той святости, к той святости, которая делает человека счастливым существом! Счастливым существом, а не кем-нибудь! Как мы ищем счастье? Где угодно! В чём угодно! А забыли! Христианство говорит, называя счастье Царством Божиим, говорит, Царство Божие внутри вас есть! Внутри оно! А не где-нибудь! Не в богатстве, не в славе, не в довольстве внешнем! Нет! Оно внутри тебя! И эта ценность является духовной ценностью, которая и что означает? Ничто иное, как чистоту совести и стремление человека к осуществлению всей своей деятельности на началах любви! Я не знаю, почему возражают люди против этого? Я никак не пойму! Ну, чего что-то плохого! Но я, конечно, понимаю, что я не могу всегда поступать по любви! Это верно! Я понимаю, что мне очень трудно поступать по любви вот к этому негодяю, который я считаю негодяем! Или к своей соседке, ну, ведьма настоящая! Ну, что? Я-то хороший! Она-то... Ну, знаете, вы не знаете! Я вам только могу сказать! Я понимаю, что это трудно! Я понимаю! Но! Скажу вам, да что ж это за идеал, который не выше моей головы! Тогда и идеала не будет! Вот и есть этот идеал – жить по любви! Ну, представьте себе, какова стала бы жить человеческая! Откуда все конфликты? Откуда все ссоры? Откуда все нестроения? Откуда распады семейной жизни? Откуда войны? Неужели непонятно откуда? Это эго, эгоизм, страсти, зависть, тщеславие, гордыня! Вот оно корень! И вдруг, когда христианство говорит, что с этим надо бороться, все, ну, это христианство! Да! А что же предлагаем? Да здравствует эгоизм, зависть, гордыня! Что такое гордыня, кстати? Я вижу себя выше других! Ну, и он, может, такой же, но не выше! Что вы? А осуждение что такое? Я не такой, как прочие люди! Вот откуда порождается все зло, с которым пытаются люди справиться как? Путем законов! Да когда же какие законы останавливали? Сколько не запрещали убивать, грабить, обманывать, воровать! И, и, а воз и ныне там! Вот сегодня, поэтому, когда церковь здесь, ваша, Ставропольская, отмечает 150-летие кончины вот этого святого человека Игнатия Бринчанинова, который – ну, это редкий, конечно, умница, я понимаю – оставил всё ради приобретения вот этой драгоценности, которой является чистота души, святость души, потому что она приносит человеку действительно величайшее благо в этот день, когда действительно мы упоминаем его память, как хорошо бы всё-таки задумываться над смыслом жизни и понять одну простую истину. смысл жизни в духовном, внутреннем состоянии души, а не во внешних приобретениях. Почему это важно? Потому что сейчас мы находимся под колоссальным воздействием, влиянием вот этой западной идеологии, которая вся пронизана чем? Глубочайшим материализмом, стяжательством. Деньги, деньги, деньги! Помню, я очень удивился, как-то записки Пушкина прочитал, и он с большой критикой пишет вдруг об Америке, думаю, ну, Господи, человек же никогда и не был! Да, пишет, и он идеал американца изображает одним словом, каким же? комфорт! Он даже пишет это по-английски, даже по-английски или по-французски, не помню, что неважно. Комфорт обозначает это. Вот идеал жизни. Приобрёл комфорт и дальше, и всё. Вот так! Вот мне и хотелось вдруг поделиться сегодня с вами, чтобы ещё раз напомнить, что всё-таки есть не только материалистический взгляд на жизнь, не только этот взгляд, когда деньги, 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 а есть ещё нечто более высокое, чем это, более ценное, и которое уже никто отнять не сможет. Если душа человеческая приобретает эти свойства духовного порядка, она вечно, ещё раз повторяю, такова вера христианская, она неуничтожима, она будет наполнена этим, она получит благо, она получит блаженство в вечном своём бытии, в вечном существовании. Христианство верит во что? Вот сейчас ещё продолжаются дни Пасхи, когда непрерывно мы слышим Христос в воскресе. Утверждается, что? Самый главный догмат христианства, догмат воскресения. Кого? Христа? Он только первый в воскресении всех нас, всех, а не просто Его. Он, как пишет апостол Павел, первенец, самый первый из мёртвых, кто действительно уже показал, то, к чему предуготован человек от начала его бытия. Ну, вот так. Это просто моё вступительное слово. На самом деле, я люблю диалог, а вовсе не монолог. Я очень люблю именно это. На своих экзаменах, вы знаете, что я делаю? Вы себе представить не можете! Вдруг у меня студент академии духовной. Слышите? Вдруг начинает. Вот Господь сделал то-то. Я говорю, постой! Ты что сказал? Бог? А кто это такое? А с чего ты взял, что Он есть? Хм! Ничего себе! Посмотрите на Него! Какими фантазиями живёт человек! Все студенты род до ушей от восторга! А он, бедный, сначала поперхнётся, но потом начинает защищаться. Я говорю, защищайтесь, сэр! Вот так! Вот так! Ничего не люблю больше, как только именно вот такие дискуссии и студентов провоцирую всячески на эти вещи, какие только можно! Ну, вот, сейчас я, конечно, не провоцирую вас ни в коем случае, да! Ну, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, вы видите, я открыт, совершенно спокойно ко всему, что вы спросите. Ну, что же, вы как? Да, пожалуйста! Вот психолог известен, Виктор Франкл, ну, знаете вы, наверное, Франкл? А, о смысле жизни, да? Да, 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 да! Вот вы говорили по поводу того, что обретение счастья человеку, наверное, нужно, но у него немножко по-другому было, что не в счастье смысл, а в обретении смысла определенного. Вот то, что вы сейчас как раз рассказывали, вот, наверное, вот этот путь, мне интересно, как вы считаете, человек, ну, обречен на обретение этого смысла, то есть он может в своей жизни уйти, прийти к этому, или он должен какие-то, ну, определенные потуги для этого применять, то есть он должен это искать, как вы говорили о Достоевском сейчас, то есть что-то он должен предпринимать, или может он и сам к этому прийти? Вы знаете, есть одна древняя мудрость, которая гласит, всё, что даётся даром, способно развращать. Напротив, всё, что приобретается, ну, выражаясь древним языком, извините, луком, из которого стреляют, мечом и луком, это для человека приобретает огромную ценность. Ценно то, что я приобрёл трудом. Поэтому и здесь искание смысла жизни – это, конечно, само по себе уже сразу для человека повышает с необыкновенной силой то, что он находит. Поэтому искание смысла жизни является для человека, мне кажется, это огромным его достоинством. Ведь не так много людей, которые искали. Вот в начале, например, XX века, если кто-то историей занимался, то, наверное, знают, что были так называемые богоискатели. Почему это, знаете, это фигуры, философы всемирного масштаба. Посмотрите, Бердяев, Булгаков, Лоский. Какие величины Трубецкой, Евгений, Трубецкой, Сергей. Понимаете, это такие люди искали, искали, зачем я живу? Ещё бы! Знаете, есть два образа жизни, есть активный образ жизни, я ищу, есть пассивный. Пассивный – это какой? Животный. Ест, пьёт, и ничего больше не надо. И ничего больше не надо. Ой! Страшно! Если человек ограничивается только этим. Помните, древние римляне, когда императора выносили на носилках, и же на носилках носили, естественно, идёт по Риму, несут, а что римляне вопили изо всей мочи? Па-на-мэ-цер-цэ-нзэс! Хлеба и зрелищ! Обратите внимание, сейчас какая идеология внушается! Что такое хлеба? Материального благополучия и зрелищ обязательно! Ну что, без зрелища мы не можем! Мы не можем! Иногда в машине едешь, я прошу, слушайте, может быть, вы немножко радио там выключите уже надоело это непрерывно надо обязательно что-то давила давила да на меня в лес идут в лес придешь красота птички зелень и вдруг слышишь заорал приемник боже мой человек боится остаться самим собой неужели настолько ты опустошенный неужели в тебе уже ничего нет я вам скажу да нужно искать искать и вот я вам скажу что ну это я просто как тезис знаете теоремы как говорят тезис а уж доказательства потом да уж не будут доказывать что пифагоровы штаны во все стороны равны так тезис христианство в отличие от всех против прочих религий имеет объективные я подчеркиваю объективные аргументы свидетельствующие о его неземном происхождении конечно под неземным я разумею божественное неземное происхождение объективное я почему-то объективное но мало ли во что я верить могу боже мой я могу верить и в пень осиновый только какие основания у вас для этого объективные это очень важно в других религиях я не находил я спрашивал интересовался но я скептик такой я спрашиваю не скажете ли мне а почему верите какие у вас основания я спрашивал своих православных и многие отвечали ну что ну да вот родился все ну да верю и все это мне не интересует я уважаю что он верит но мне не интересно а мне интересно узнать почему почему основания какие христианцы я нашел других религиях пока я не нашел вот это очень интересно это очень важный вопрос да а франкл это не важно как называется поиск смысла или смысл жизни или это счастье вообще если исходить из философии платона великого древнегреческого философа то вы же помните что такое благо он говорил выше это благо называл это благо колосс благо что она включается а какие категории истину счастье но если хотите там справедливость или мудрость и так далее но истина и счастье вот а в христианстве очень интересно иисус христос когда его спросили о царстве божьем то есть то есть то есть то есть счастье в переводе на наш современный язык то он удивительную вещь сказал он сказал царство божие то есть счастье внутри вас есть не там и не здесь и нигде нибудь это счастье находится за которым нужно бежать а внутри каждого человека она находится но как как семечка 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 может лежать в пирамидах знаете сколько он открыли пирамиды знаете вот не так уж давно открыли нашли там пшеницу пшеницу представьте себе не проросла не дала никакого урожая а попробуйте пшеничку посадите надлежащую почву где будет и влага и тепло и она отдаст какой урожай о здесь у вас на ставрополье очень богато я слышал слышите как так и это царство божие или то есть счастье которого человек ищет внутри человека находится а не где же нибудь за 3 9 земель вот оно вот два принципиальных различных взгляда на жизнь где мое счастье где там 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 в том или здесь она но для этого надо немножечко поучиться и увидеть игнатия причину в кстати в своих сочинениях своих сочинений замечательно указал указал как его найти прямо указал этот путь указал на препятствия указал на ошибки указал на заблуждение возможные указал истинный путь который проверен был множеством людей проверен вот он этот верный путь в этом я вам скажу его просто непререкаемое вот это великое значение для каждого человека кто ищет действительно смысла человеческой жизни и ее счастье в этом его величие алексеевич ну скажите как найти баланс между мирскими заботами да вот работа семья и духовным ростом чтобы не стать с одной стороны или религиозным фанатиком или полностью вот не превратиться животное который еще джон как вот найти обрести этот баланс чтобы как говорится везде но слушайте вы задаете невероятный вопрос который не может иметь под собой никакого решения могу наговорить сейчас много может быть всяких слов но вы задаете вроде парадоксов зенона ну один из продуктов вам приведу и вы сразу поймете а из скольких песчин начинается куча вот две песчинки это куча или нет ну нет а а три ну нет ну 4 ну нет а 5 ну кажется нет а 6 ну как как кажется вы же понимаете баланс нет христианство указывает на другое что дело в том что она не не отрицает никаких забот мирской жизни ешь но не объедайся пей выпивай сам христос был был на свадьбе в кане галилейской воду превратил в вино потому что там не хватило вина вы подумайте только вы понимаете что делать если какой-нибудь аскет христос который сказал ах вы такие сяки не хватило вина им сейчас бузить будете да мать говорит вина не хватило позор свадьба превращает воду в вино сам присутствует где на свадьбе христианство призывает к чему видите живи человек но не нарушает норм этой жизни не вреди себе не вреди себе еще раз повторяю вам заповеди которых мы знаем это есть не что иное как предупреждение бога который предупреждает человек не ходи босиком по битому стеклу вообще-то не ходи там так знаете почешет пятку так хорошо помните коробочка предлагала чечку а не почесать ли вам на ночь пятки мой покойный супруг любил очень ну гоголя помните же правда же вот и идет по битому стеклу потом ах заповедь это просто предупреждение бог ничего не приказывает но предупреждает так что здесь вы говорите баланс баланс мы знаем основной принцип правильной жизни не вреди никому пожалуйста не делай никому пожалуйста зла не только делом мыслю даже не осуждай ты другого человека не рассказывай ты гадости о другом человеке если можешь не завидуя ему вот что требуется а что все-таки поскольку мы уж такие слабенькие что все-таки что-нибудь раз и сделал два и сделал 10 и сделал покайся ну покайся ты господи прости меня но действительно я осознайся что ты такой вот и все вот он будет баланс вот все конечно но надо кстати корон читать читать только надо обязательно читать нельзя надеяться на свою интуицию и свои какие-то свое иллюзорное понимание читать обязательно надо я вам скажу что это знаете бренчанину это ваш вот это ставропольский это какое-то просто чудо духовной духовного вот такого учительства человек поразительно он восстановил воскресил этот опыт величайших святых христианской церкви переложив его на язык 19 столетия ну мы еще сейчас можем ее понимать хотя 21 век можем немножко только надо вчитаться но это удивительные это удивительный человек почему действительно его так и прославляют вот надеюсь в москве будет конференция посвященная ему большая вот здесь уже все-таки память о нем в волокде тоже самое будет конференция где он родился да вот так ну еще вот такого человека он же во всех смыслах интереснейший человек его письма интересные к разным писателям переписка него с нахимовым например вот с полководцем этим карским да у него много интереснейших писем ну что надо но читать обязательно надо потому что надеяться просто на свои интуиции но это нельзя конечно нельзя очень люблю павла александровича флоренского читаю его с интересом и хотелось бы процитировать то что мы говорили человек жив пока жива память вот выгнали такие строки и мне хотелось бы спросить вот это память да критерий память он больше нужен тем кто пребывает сейчас сегодня здесь или тому кто например ушел в загородный мир и как это мы можем поддержать ну прежде всего в связи с этим вопросом я хочу сказать здесь мы здесь вы знаете как живем вот только не пугайтесь во тьме какой тьме а я не знаю что будет через минуту а вы знаете кто знает может верим надеемся никто не знает а вдруг сейчас эти американцы какие-то несчастные эти ракеты кто знает да даже не это кто знает когда какой сосудик у него где тут лопнет во тьме буквально живем после смерти душа переходит в область в область вечности где как утверждает риге свет и там же не требуется ни флоренские ни пугакова ни бердяева ни франклы да никто там все открывается апостол павел так и писал здесь мы ходим мы видим как в зеркале гадательно тогда же лицом к лицу насчет флоренского у него было очень много догадок правда студентам я говорю своим что если кто хочет действительно получить образование и быть образованным человеком но обязательно прочтите хоть за год обучения его стол по утверждению истины прочтите или не менее важная книга евгений трубецкого смысл жизни но я так это говорю в отношении же идей флоренского будьте внимательны там все не так хорошо как кажется читай его в том-то и беда что мы вместо поклонения имени с большой буквы почитаем самого Иисуса Христа господи боже мой имя божник или имя славец да именно мы напоминает о том кому я обращаюсь не к имени а к нему у него раз и перевернул о духе святом тоже он пишет ах у нас умалчивает то другое третье флоренский он не столько богослов сколько я сказал бы религиозный мыслитель очень интересно писать я студентам рекомендую его читать вы слышите но говорю учтите каждый человек ложь и у каждого есть наряду с самыми замечательными мыслями идеями вы можете найти вещи от которых просто ахнете и все ну куда же это все таки на каждую старуху проруха тоже относятся к сожалению и к флоренскому поэтому когда стал например вопрос однажды был вдруг поднят о его канонизации и запросили нашу академию и мы сделали очень просто разрешили тайное голосование ученый совет ну конечно отклонили ну потому что слишком много у него таких вещей которые ну как бы это сказать совсем не грубо как это сказать ни в какие ворота не лезть это это грубо или нет грубовато по мне нет нет так не буду говорить в общем да ну что это такое имени а не самому христу ну до чего же это дойти ну он такой был человек действительно очень сильный интересный глубокий мыслитель оригинальнейший талант просто но увы увы так у нас существуют различные системы самолечения ну такая достаточно известная и старая у нас система портфеля Иванова которая запрещена у нас как бы считается православием но сейчас распространились очень много других систем из восточных практик например цигун там и так далее ну мое мнение что они имеют одинаковый смысл исцелить себя сам ну и так далее там вот цигун это там работа с энергией и все прочее но эти практики у нас почему-то ну никак не упоминается в наших христианских да там каких-то вот запретах и так далее и ваше мнение по этому поводу а их у нас очень много у нас допустим что только в нашем Ставрополе этих инструкторов по цигун которые к себе людей привлекают ну я не знаю там десятки только во многом родине у нас в академии пишут диссертации по различным этим точкам зрениям движением и идеям рассматриваются но они имеют очень небольшое распространение и конечно церковь чтобы собирался сенот или собор и рассматривали вдруг это это конечно уже слишком это просто слишком это совсем они не не являют собой той не имеют той значимости по которой могло могло бы состояться подобного решение подобного рода органа вот это рассматривается нету порфирий иванов ну представьте бог земли ну скажите вообще я вам скажу такое дело к великому сожалению вот эти вот различные движения которые ну псевдорелигиозные иногда совсем нерелигиозные появляются по той причине что не имеют никакого знания о православии никакого знаете вот как слепые котята как они ткаются ищут где же найти мать чтобы попить молочка слепые котята так и здесь ничего не знают и начинают искать но еще больше меня поражает другое что вот эти движения придумают самые различные ориентиры например вот такие то силы присутствует оккультные силы скрытые там силы законы кармы и так далее я говорю странно почему предпочитает что какие-то безликие силы безликие силы подчеркиваю а не бог в чем дело в чем дело дело понятно в чем как только вы сказали бог мы же соприкасаемся с чем с личностью а безликая сила о тут надо найти только законные и приемы с помощью которых мы можем ими этими силами воспользоваться и все весь оккультизм и все вот эти подобные роды движения они на это рассчитаны надо узнать как как туда проникнуть что нужно сделать чтобы добиться того или другого результата христианство мы стоим перед лицом личного бога так как мы друг перед другом и мы обращаемся к личности а не каким-то силам и имеем дело вот с кем это совсем же другой характер ну понимаем же совсем другой характер одно дело я встречаюсь с какими-то джунглями и смотрю как мне тут пройти а другое дело я встречаюсь с людьми вот эти вот все движения они в конечном счете исходят у людей у тех людей которые совершенно не знают и к сожалению не проявили никакого интереса к знанию а что ж это такое православие что это за религия что это за мировоззрение хотя мне кажется что естественно было бы прежде всего узнать чем же это жила Россия тысячу лет откуда в ней появилось столько потрясающих личностей просто гением человечества которые были православными людьми что это за религия что за мировоззрение прежде всего нет это не интересно потому что как только мы касаемся других вещей я повторяю силами какими-то надо найти ключик и все это мне подчинено вот вот в чем так сказать секрет всех этих движений а у нас в академии да мы время от времени у нас пишут даже диссертации на эти темы ведутся исследования но они остаются как ну пока материалом когда это потребуется естественно они будут подняты пожалуйста огромное спасибо за ваши лекции огромные пожалуйста правда по союзу они очень поздно идут Алексей Ильич, вот такой вопрос вера это чувство или понятие понимание все-таки ну вы знаете, ой какие вы задаете невероятно сложные вопросы да вера есть бывает и просто от чувства но скажу вам по секрету только никому не говорите большая часть это у женщин у них идет от чувства мужчина это такое грубятина вы себе представить не можете да у них все от ума от коробки от этой а что а почему так что мне кажется что по крайней мере не вера а убеждение оно конечно складывается из двух слагаемых необходимо и стремление ума и ощущение души я же не могу многие не могут найти удовлетворение что вот я живу и что ну живу но каждый день встаю просыпаюсь вечером ложусь и опять и опять и опять а смотрю годы идут а дальше что а дальше смотрю ой мой знакомый умер ой как с чего это он как же это он вы подумайте вы слышите какие мы умные что случилось что он умер как будто мы не знаем что мы все смертны слышите какие мы умные а как что молел вы слышите ум какой знает точно что все мы умрем каждый раз как мы соприкасаемся ах слышите ну вот вера нас слагается конечно из этих двух слагаемых но у кого какое слагаемое больше это вопрос это другой так Господь нас призывает к смирению и отличению как бы от самости а у нас сейчас везде практически ну и студентов мы направляем на это самосовершенствование самовоспитание само-само-само-само и само как бы этот как бы составляющая присутствует практически везде самореализация там и так далее вот надо надо их направлять тоже в этом плане чтобы они двигались вперед ну да как бы чтобы это не уводило в сторону от Бога я конечно вот здесь уже к интуиции обращаюсь потому что не совсем понял правда я в плане логическом да не совсем логически понял в чем суть суть вопроса но скажу вам так поскольку вы употребили да я преподаватель физкультуры у нас конечно самосовершенствование это как бы приоритетное понятие ну а совершенствование ну я знаю ваше отношение к этому потому что я почитываю иногда ваши там комментарии в интернете и смотрю по телевидению что вы как бы спорт ну считаете телом не благим и не божим нет не спорт а соревнования ну а как спорт и соревнования очень просто ну почему каждый человек может заниматься физзарядкой упражняться ходить с палками и гантелями заниматься и на велосипеде ездить а спорт для профессионалов у нас же есть различный спорт у нас есть массовый спорт юношеский детский и для того чтобы как бы результативность росла и человек рос в спорте даже в детском спорте ему нужны соревнования согласен 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 сдаюсь согласен согласен правда ответить да это понимаете есть сказка такая пойди туда не знаю куда найди то не знаю что в данном случае я действительно не все очень хорошо понял но скажу вам что конечно вот это когда мы все время само-само-само то здесь таится очень большая большая я бы сказал опасность в том чтобы себя увидеть как я кто я такой христианцы действительно считают что вот такое мнение о себе а теперь перевернем два слова скажем само-мнение что это является одним из таких я бы сказал свойств человека которое очень вредит ему само-мнение я сам добился я сам получил я всего достиг кстати хотите вам скажу кто так говорил основатель буддизма я сам я сам всего достиг я сам все получил я сам все открыл я сам стал озаренным то есть Будды я и довершаем я он вот это самость это самость свидетельствует знаете о чем о том что человек не видит себя ну хорошо я поднимал десять килограмм стал поднимал сто килограмм и что а слон во сколько раз больше поднимет я стал пробегать там за десять там секунд сто метров а гепард бегает со скоростью сто километров в час или какой-нибудь лань обгонит меня во мгновение ока с чем мы соревнуемся с чем потом вы посмотрите к чему пришел сейчас спорт достигнут предел человеческих возможностей и что мы еще хотим предел потому что человек это не безграничные возможности я говорю физические все это в конечном счете оно питает может питать только ну если хотите ну что ли наше самолюбие мне кажется я понимаю профессионалы которые в этом трудятся это их деньги это их хлеб насущный ради Бога пожалуйста ради Бога да пожалуйста это ваш хлеб насущный вот а вот само увлечение просто вот такими вот состязаниями когда кто кого кто кого я лучше я сильнее я быстрее и так далее вообще я вам скажу что это это что-то здесь кроется не то что-то ненормальное ну сами понимаете как только мое я начинает выпячиваться прежде других то я понимаю что что-то здесь происходит не то вот это это я ощущаю а особенно это ужасно когда ты должен быть лидером я как-то был в Риге года три того назад и там там начальник учебного комитета рижской ну Риги города Риги он обратился с официальным запросом уже врут с чем что мы делаем с детьми мы воспитываем их всех хотим чтобы все были лидерами а все прочие кем быть они кем какое самосознание мы воспитываем в них сверху вниз он прям бьет тревогу действительно по-видимому это очень большая опасность вот кроется здесь когда вот это я или само начинает подниматься в человеке и ладно бы так но на самом деле это обязательно непреклонно приводит к тому что я начинаю видеть себя выше лучше других я лучше и что это дает это беда мне кажется что это беда когда я вижу себя лучшим других вот в этом в этом кроется опасность и это конечно надо и по-моему иметь в виду ну здесь конечно я согласен не все так просто как вот можно одним словом сказать надо разбираться в каждом конкретном случае с каждым человеком с каждым вот так ну что же поздравляю вас с окончанием моей лекции всего вам доброго и